Друзья, всем привет! Сегодня речь пойдет о портативных колонках. Так как я очень часто нахожусь на улице и с большой периодичностью слушаю музыку, мне хотелось какую-то такую вот колонку, чтобы она была небольшая, чтобы она была легкая, и чтобы более-менее давала приличный звук. Я, соответственно, залез в интернет, поискал, что можно придумать, что можно найти, ну и в поле моего зрения попали такие портативные колонки, как JBL. Огромную совсем не хотелось, да и на тот момент особо огромных колонок не было. И первое, что я увидел, я увидел вот такую вот JBL колонку Charge 3 по характеристикам. Пройдемся чуть позже, я вам расскажу, чем они отличаются. Ну, какое-то время, год, наверное, два я слушал колонку, то есть я и мог компьютер через нее подключить, я через нее подключал телевизор, просто на улице слушал телефон, коннектил. Вещь очень классная, качает музыку неплохо, тоже покажу в сравнении. Но в какой-то момент захотелось что-то чуть помощнее, чем это, и тогда я увидел еще одну колонку. Это JBL Extreme, то есть колонка чуть побольше, я о ней тоже сейчас расскажу, и покажу, что она из себя представляет. Это колонка, давайте посмотрим. Стал буквально счастливым обладателем данной колонки. Итак, встречаем JBL Extreme. Вот такая вот колоночка, то есть по размерам, судите сами, она побольше, она помощнее, она уже играет намного поинтереснее. Что из плюсов в данных колонках? Маленькая колонка Charge 3, она играет где-то порядка 20 часов от одной зарядки. Побольше колонка, которая JBL Extreme, она играет где-то порядка 15 часов, но звук, естественно, чуть-чуть другой, она помощнее, она поинтереснее. Есть, конечно, еще более мощные, там, например, JBL Boombox, но она уже, я ее не стал брать с соображений, она уже более тяжелая, то есть ее и особый в лес с собой не взять. Здесь на пикник гораздо удобнее. Вот данная колонка весит чуть больше 2 килограмм, там, 2 килограмма, где-то порядка, там, наверное, 100 грамм. И вот эта вот колонка весит меньше килограмма. То есть здесь можно, если вы идете с рюкзаком, например, ее легко засунуть в карман рюкзака, здесь, конечно, уже будет посложнее, но в данной колонке есть уши. И здесь в комплекте идет ремень, который можно подцепить, повесить на плечо и также спокойно поехать на природу, на рыбалку, куда-то на речку, на озеро, на море, без разницы. Она всегда вам поможет, выручит с хорошим звуком. Также здесь и здесь, и здесь есть встроенные микрофоны, то есть можно разговаривать, если вдруг, например, зазвонил телефон, по тому, что мы еще здесь имеем. Здесь есть в данной колонке, в большой, который экстрим, здесь две зарядки USB и мини-джек. Здесь одна зарядка USB, то есть и здесь, и здесь можно заряжать телефоны, айпады. Если у вас вдруг телефон сел, портативная колонка и здесь вам поможет. Давайте теперь пройдемся по характеристикам. Начнем с маленькой колонки. В маленькой колонке они и та, и та колонка стерео. В маленькой колонке, которая JBL Charge 3, два динамика по 10 Вт. Питание, соответственно, от аккумулятора. Диапазон воспроизводимых частот от 65 до 20 000 Гц. Здесь стоит широкополосный динамик 50 мм. Питание у нее собственное. Время работы, как я сказал ранее, до 20 часов. Итак, характеристики большой колонки. Мощность колонок два динамика по 20 Вт. Работает от собственного аккумулятора. Диапазон воспроизводимых частот от 70 до 20 000 Гц. Высокочастотный динамик здесь есть 35 мм. Низкочастотный динамик 63 мм. Время работы до 15 часов. То есть, большая колонка работает чуть меньше, чем маленькая колонка. Маленькая, до 20 часов. Но за счет мощности и качества звука что-то приходится терять. Итак, чтобы подключить колонку, нам потребуется на самой колонке включить Bluetooth. И подключаем на телефоне. Ну и вот, например, металлика. Итак, так играет колонка с 20-ти ваттными динамиками. И подключаем маленькую. И сравним разницу. Какой еще плюс есть двух этих колонок? Во-первых, их можно объединить между собой. То есть, поставить две колонки. Здесь есть вот такой значок объединения двух колонок. То есть, если, например, у вас две одинаковые, то можно, в общем-то, где-то на вечеринке создать неплохой звук. Даже вот эту вот большую маленькую колонку также между собой можно объединить. Ну и поставить, например, в разные стороны в помещении, на улице или еще где-то. И, в общем-то, получить достаточно неплохой звук. Что бы хотелось сказать. Сейчас в продаже появились подделки китайских колонок. То есть, это тоже произведено в Китае. Harman компания. В чем разница между китайскими и вот этими родными колонками. Подделками и неподделкой. В китайских звук, конечно, он более пустой. В нем не держится только аккумулятор. И, как я обратил внимание, в китайских колонках вот здесь у вас присутствует место под флешку. То есть, под мини-эзди JBL, Harman, они принципиально не делают под флешки места пока, по крайней мере. Сейчас они заточены именно под передачу звука с какого-нибудь портативного устройства. Поэтому смысла не имеет. Также смотрите на коробки. Потому как коробка родная. Родная, на ней абсолютно, то есть, везде написано JBL. Здесь даже вот она сделана такая вот, как бы, сама по себе рифленая. Ее трогаешь, вот она, как будто вот эта вот рифленость присутствует. Здесь полностью все описания, то есть, все о производителе, где что. Все это есть. Вот на китайских они, к сожалению, все это не доделывают. Где-то даже пустые. На картинке тоже вот здесь JBL. Там, ну, много чего. Может быть, большая разница. Если найду картинку, вставлю, покажу. Но, к сожалению, очень много подделок. Стоят они, понятное дело, в разы дешевле. Но, кто не любит хороший звук, наверное, и те колонки потянут. Но для меня принципиально важно две составляющих. Неплохой звук и время работы колонки. Потому как на улице я подолгу. Каждый раз бегать, заряжать мне не очень удобно. Опять-таки, когда идешь в лес, гораздо удобнее, когда у вас колонка работает много часов и не надо дозаряжать. Ну, а на этом, наверное, я заканчиваю свой обзор. Если вам понравилось, палец вверх. Продолжение следует. Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok